Методика проведения семейного богослужения. Как его проводить? С чего начать? Чем закончить? Я использую некоторые советы, которые дают нам старинные пуританские служители. Расскажу немного о своем опыте и также братья поделятся своим опытом. Во-первых, всегда пуритане говорили, в вашем доме должно быть отдельное время для Бога. Это должно быть не просто отдельное время, это принцип. В такое-то время, в такой-то день у нас особое служение. Вы знаете, тогда люди жили далеко друг от друга, не было нисколько хороших мероприятий, куда можно прийти. Есть хорошие фотографии, когда во время семейных богослужений, такие не фотографии, а гравюры, картины. Когда дети, жена, муж, они одеваются, они одеваются в торжественную одежду, они одевают наряды, и они приходят и садятся. Почему? Время поклонения. Они преклонятся перед Богом, то есть в семье знают отдельный день, отдельное время, когда у нас проходят торжественные события. Мы должны понимать всю торжественность этого дня. И вот что говорит Ричард Бакстер в своих наставлениях. То есть не какое-то случайное и редкое, но как должное происходить постоянно и в установленном порядке, с приличествующей тому торжественностью и значимостью, как подобает в таком важном деле. Это собрание проводил руководитель дома, хозяин дома, отец. Посмотрите, братья и сестры, что написано в Писании. Давайте откроем книгу Еремий, пятую главу. Мы сейчас увидим одни из положительных акцентов в том, чтобы смотреть на разные переводы Библии и изучать язык оригинала. Пятая глава. С первого стиха. Вопль пророка к людям. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите и разведайте. И поищите на площадях, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины. Я пощадил бы Иерусалим. Слово «человек» в оригинале, в еврейском тексте стоит слово «отец». Давайте прочитаем его с этим словом. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите и разведайте и поищите на площадях его. Не найдете ли отца, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины. И я пощадил бы Иерусалим». Под Иерусалим подставьте свой город. Походите по улицам его и площадям. «Не найдете ли вы там отца, который будет наставлять в истинной правде свою семью». Посмотрите, судьба города зависит от того, что в этом городе будет делать отец. Какие предлагают виды семейных богослужений? Несколько видов. Три. Во-первых, обучение букве Писанию при помощи чтения. Обучение других чтению Писания, заучиванию с ними стихов на Иисусе. То есть, во-первых, чтение самого Писания. Обучение букве Писания не имеется в виду что-нибудь плохое. Имеется в виду, что дети должны знать саму Библию посредством чтения Библии. И тут несколько уже современных советов. Если в вашем доме есть дети-подростки, прямо после этого видео зайдите на Amazon.com и напишите «Bible of Action». И там будет Библия «Bible of Action», которая будет стоить из 17 до 20 долларов. Покупайте уже. Пусть придет это к вам. Вы представляете, что это за Библия? Человек, один человек, он всю свою жизнь, более 40 лет сознательной жизни, он пожертвовал тому, чтобы нарисовать Библию. Чтобы сделать все библейские сюжеты в картинках. Представляете, там есть история Иова, которой во многих Библиях нет. Там есть история пророков. И там единый сюжет Библии, искупление во Христе, проходит через все Писание. Мы с дочерью читаем эту Библию, и мы видим, как там змей искушает человека. Потом на протяжении всей истории змей искушает человека. И потом в конце страшная сцена, когда большой дракон. И этого большого дракона побеждает Иисус. Вы знаете, сколько радости? Она прыгала от радости. Моя дочь кричала «Ха-ха-ха! Дракона убили! Дракона убили!» Она рада, что вот этого змея убили, победили. Это сделал Иисус. Bible of Action. Это прекрасный инструмент для подростков, которые смогут в картинках видеть сюжет Писания. Допустим, часто говорят, а если ваш ребенок настолько маленький, он не может слушать библейские чтения. Что мы делали? Когда наши дети в семейных богослужениях маленькие, мы даем им раскрашивать рисунок того текста, который мы читаем. Они раскрашивают, они с величайшим восторгом рисуют и раскрашивают. Или вы можете попросить их нарисовать, слепить. Например, когда мы изучали историю Давида и Голиафа, наша дочь всегда лепила Давида и Голиафа. И потом говорила, «Папа, давай сделаем шарах». И мы бросали мячиком в Голиафа, он падал. И она говорит, «Ура! Давид и его Бог победили!» И вы можете сделать это для того, чтобы ваши дети, они знали содержание Писания. Третье – обучение смыслу Писания. То есть то, о чем учит Писание. Буританский пастор Уильям Байфилд говорил, что есть восемь тем, которые обязательно нужно объяснить детям. Это страх Божий, значение таинств, содержание закона Божьего, размышления о судах Божьих, о великих делах Божьих, которые Он совершал ради Своего народа, надежда на Бога, общий смысл Писания и обсуждение последних церковных проповедей. И дальше Он говорит, «Недавние проповеди, во время которых члены семьи делали заметки, какие-то чудесные события в семье, церкви или в стране и другие примеры Отец использует для того, чтобы напомнить своему семейству истину о грехе, Христе, благодати, духовной жизни, святости, поднять множество других тем и вопросов». И последнее, третье, что может делать Отец на богослужении, это применение выученного, когда Он может обличать, наставлять, увещевать, утешать свою семью. Итак, содержание самого Писания, буква Писания, обучение смыслу, главному библейскому учению, доктринам веры и применение выученного. Также будет очень полезен для вас такая книга, как «Катахизис для всей семьи». Посмотрите в интернете, вы можете увидеть одного Корнелиуса Плантинга «Катахизис для детей». Или вы также можете взять «Катахизис для взрослых людей». Что такое катахизис? Это вероучение в форме вопросов и ответов. То есть, когда задается какой-то вопрос и ожидается на него, и дается ответ. И потом придается ряд библейских текстов Писания, на основании которых дан этот ответ. Например, Гейделиберский катахизис, очень просто выучить, выговорить, правда? Гейделиберский катахизис. Там есть первый вопрос. В чем состоит... Я прошу прощения, это вопрос из Вестминистерского катахизиса. Там есть такой вопрос. В чем состоит основное предназначение человека? И ответ. Основное предназначение человека, чтобы прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. И там дальше вопросы. Что такое Библия? Кто такой Бог? Что такое оправдание? Что такое освящение? Что такое искупление? Что такое грех? И вы можете пользоваться этим катахизисом для того, чтобы наставлять своих детей в вероучении. И вы должны сохранять баланс, чтобы они знали истории Писания и чтобы они знали учения Писания. Пусть Бог благословит применять это эффективно.